Караоке с Яровой И также их песни на английском языке Сегодня мы с вами познакомимся с одной из самых известных, самых талантливых, самых сексуальных женщин современности За глаза ее называют девушкой с ангельской внешностью, но адским характером Она невероятно талантлива, она харизматична и она очень сильная личность Она так и заставила общественность считаться собственным мнением По натуре своей эта женщина настоящая хулиганка и оторва Но несмотря на это, ей далеко не безразличны общественные проблемы И она принимает активное участие в их решении Это элегантная пантера Это черный диамант Это Риана Риана, как вы понимаете, не всегда была такой успешной и богатой Родилась Риана в обычной бедной семье На острове Барбатос на Карибских островах Детство ее было на самом деле очень печальным И сопряжено с многими проблемами Ее отец употреблял наркотики, а также злоупотреблял алкоголем Очень часто бил мать Рианы прямо у нее на глазах И конечно, видимо, напитавшись этой нервозной обстановкой Риана очень часто страдала головными болями Кстати сказать, очень сильными И многие подозревали даже уже онкологию Но пройдя несколько тестов в больнице, врачи уверили, что все хорошо В 14 лет ее родители наконец-то развелись И семья наконец вздохнула с облегчением Но в то же время почувствовала и некоторое разочарование Конечно, связанное с финансами Отец, несмотря на все свои пагубные привычки Все же был единственным добытчиком в семье И Риана, чтобы поддержать как-то свою семью И чтобы себе немного заработать Несмотря на всю свою гордость и обиду к отцу Продолжала работать в его магазине, помогая ему с продажей Кстати сказать, именно в этот период времени Далеко не легких для Рианы В ней проснулась коммерческая жилка бизнесмена Знаете, что она делала, когда получала какие-то чаевые Чуть больше, чем ее зарплата Конечно, она могла потратить их на сладость или на шмотки Но она проявила свой талант бизнесмена уже тогда И она находила на рынке самые дешевые сладости Приходила в школу и перепродавала их чуть-чуть дороже Таким образом, она зарабатывала себе деньги уже на сладости и на шмотки Но уже в два раза больше Так как Риана родилась совсем не в творческой семье Тем не менее, родители обратили внимание очень рано, еще в три года На ее таланты и способности В три года она пела колыбельную сама себе чистейшим детским голоском А первые ее зрители и фанаты появились уже в семь лет И они были ее родственниками, соседями, а также гостями острова Барбатес Которые приходили с удовольствием во двор, чтобы послушать ее пение Это были ее первые настоящие искренние аплодисменты Вместе со своим соседом они очень красиво исполняли в два голоса знаменитую песню Аладдина из мультика Риана понимала, что если она не начнет работать самостоятельно, очень упорно над собой Над своим талантом и способностями То просто так ей успех с неба на голову не посыпется Поэтому она очень активно принимала участие в школе Во всех конкурсах красоты Во всех фотоконкурсах Во всех конкурсах музыкальных И ожидала, доверчиво ожидала, как девочка, свой шанс И этот шанс однажды настал На самом деле история успеха этой девочки действительно похожа на сказку Однажды на ее остров Барбатес приехал отдохнуть известнейший продюсер Ивен Роджерс Риана понимала, что это ее шанс, который она ни в коем случае не должна упустить С дрожью в коленках и с трепетом в душе она подошла к нему, чтобы напроситься на прослушивание Во время этого прослушивания она исполнила песню Emotion и попала в точку Она очень понравилась этому продюсеру Он на самом деле уже имел за своими плечами огромный опыт работы со звездами Такими как Род Стюарт и Кристина Агилера Он моментально разглядел в этой хрупкой девушке огромный потенциал и талант И моментально пригласил ее в Америку для записи демо-материала И тут началась кропотливая, упорная работа в студии по записи материала Готовые записи были разосланы во все рекординговые компании Именно таким образом Рианя узнал известный рэпер Джей Зи С этим рэпером у них началось активное сотрудничество А первый альбом Рианы стал невероятно популярным И вот тут начали появляться настоящие первые поклонники Тут же она отправляется в первое гастрольное турне Правда на начальном этапе она выступала на разогреве у Гвен Стефани Исполняя свои песни в перерывах между ее выступлениями С тех пор Риана не останавливается на достигнутом Всегда идет вперед Это настоящий трудоголик, настоящий профессионал Она действительно по-настоящему любит свое дело А что же у этой красивой женщины в любви и в сердце? Как обстоят дела на личном фронте? Наверняка многие из вас слышали Такую скандальную историю с ее бывшим уже теперь бойфрендом Ну и конечно скандалом, который был связан с ним Молодым человеком Рианы долгое время был Крис Браун Также известный исполнитель Но так как оба чувствовали друг другу невероятную любовь Чувства и эмоции просто зашкаливали Они никогда не уживались мирно Это была сумасшедшая любовь Но они очень часто выясняли отношения даже на публике Даже Крис Браун очень частенько признавался в том, что они могли разгромить дом Просто из-за простейшего какого-то недопонимания бытового Вот такие были у них отношения Но любовь действительно была достаточно сильной По крайней мере со стороны Рианы это точно К сожалению закончилась эта история весьма печально В 2008 году Крис Браун избил жестоко и очень сильно Избил Риану прямо в салоне своего автомобиля Говоря потом впоследствии о том, что просто не смог сдержать своих эмоций Риана сфотографировала все свои побои Вы могли наблюдать эти фотографии в интернете Она их не скрывала И вы можете понять, насколько сильно зашкалили эмоции у Криса Брауна Что Риана даже вынуждена была проходить некую реабилитацию в больнице В том числе психологическую На самом деле причины, по которым Крис Браун это сделал Совершенно неубедительны и вовсе его не оправдывают Причина была банальна, причина была ревность Риана, совершенно случайно находясь в автомобиле вместе с Крисом Брауном Увидела пришедшую смс от бывшей девушки Барбадовская горячая кровь закипела Риана всегда была ревнива, всегда была собственницей Ну как и в общем-то все женщины, я так думала Конечно она начала возмущаться по этому поводу Вызвал в гнев Криса Брауна И он позволил себе лишнее Фотографии вида Рианы после этого избиения просто ужасают Она не скрывала эти фотографии, эту историю тоже не скрывала Хотя впоследствии она говорила о том, что это было далеко не в первый раз Но этот раз оказался последней каплей Конечно она прекрасно помнила сцены избиения ее отцом матери Все это в ней конечно же бурлило и накипало Это совершенно несправедливо Как бы не провоцировала женщина мужчину Ни один настоящий мужчина не имеет права поднимать руку на женщину И конечно Риана взяла эту проблему не только как личное переживание В чем Риана умничка? В том, что она не побоялась, не постеснялась поднять эту проблему на поверхность Дабы показать, что такая же ситуация и вообще бытовое насилие, против которого она очень долгое время впоследствии выступала Кстати сказать, это очень плохо И это то, на что стоит обратить внимание Это то, что стоит запретить И девушки, женщины всего мира, говорила Риана Вы и я, мы одинаковы, не терпите Говорите, говорите, боритесь и не позволяйте псевдо-мужчинам вести себя с собой таким образом Несмотря на всю силу своего характера, Риана все же остается хрупкой девушкой внутри И очень тяжело переживала это расставание И вообще весь этот скандал На самом деле, при всей своей дерзкости и борзости Как обычно бывают такие женщины внутри Хрупкие создания, очень глубокие, очень добрые, очень теплые девочки Спустя долгое время, после этого уже судебного даже разбирательства Результатом которого послужило 5 лет условно Крису Брауну И какое-то тайное количество часов работы Они пытались смириться, пытались говорить И во всеуслышании, и наверняка, конечно, личном Риана, добрейшей души человек, простила Криса Брауна На какое-то время они сходились Сейчас, конечно, они уже давно и давно, слава Богу, не вместе И, тем не менее, они сохранили теплые, дружеские Не могу сказать, что крепкие отношения Но, тем не менее, адекватные отношения Они не враги О чем это говорит? Эта девушка Риана, она на самом деле настоящая женщина Которая умеет прощаться А вот впускать ли назад в свою жизнь таких людей В качестве спутников Конечно же, она также достаточно умная Этого не делает На память об этой очень сильной любви Но такой колючей и с грустным концом Она сделала себе татуировки в форме пистолетиков И также надпись на ее теле Которая привязана именно к этой истории Гласит так Never a failure, always a lesson Никогда не ошибка, но всегда урок Почему я так долго говорю именно об этой истории? Конечно, в жизни Риана, такой красивой женщины Были и другие любовные истории, любовные романы И хорошие, и добрые, и может быть нежнее, или легче И с хорошим концом, и так далее Но эта история оставила глубокую рану в сердце и душе Рианы И, конечно, как у многих творческих людей Все это вылилось в ее творчество И на память также об этой истории Она написала очень душещипательную песню Которую мы сегодня с вами с удовольствием разберем Песня, которая посвящается тягости и сумасшедшей боли Связанной с отношениями, с любовью, с Крисом Брауном Была вылита в песню «Русская рулетка» Russian Roulette В интернете очень красивый клип Мы сегодня с вами его посмотрим Также и клип, и разберем эту песню Каждое слово и интересные фразы Каждая строчка, каждое слово, каждый бит этой песни Отображает боль Рианы Связанную с тем периодом, нелегким периодом ее жизни Итак, первое, что мы с вами сейчас делаем Это посмотрим клип И вы послушаете эту песню Вы видели красивый клип Вы видели эмоции Вы слышали песню И наверняка многое из этой песни было непонятно Есть какие-то отдельные фразы, отдельные слова Но о чем в целом хочется все-таки знать детали этой песни И давайте мы сейчас ее полностью с вами разберем Но прежде чем мы с вами займемся полностью переводом Который вы будете слышать, видеть и читать вместе со мной Давайте разберем интересные фразы и конструкции Которые встречаются в этой песне Итак, первая фраза, которую мы с вами сейчас разберем Вы видите ее сейчас у меня на экране «Take a breath», которая переводится как «Сделай вдох» Странно, что дословно эта фраза перевелась бы как «брать вдох», «возьми дыхание» «Breath» – это дыхание Кстати, хочу напомнить вам о том, что если к этому слову в конце добавить буквочку «и» То вы получаете глагол «to breathe» – дышать Обратите внимание, что даже по звучанию и особенно по межзубному звуку Они очень сильно отличаются Итак, «breathe» – дышать, «breath» – дыхание «Take a breath» – сделать вдох Вторая фраза очень интересная Она часто применяется в карточных играх, в каких-то других играх Неважно, даже, кстати, не только в карточных играх, она очень популярна «You play for kids» – ты играешь до конца Вообще, играть до конца Играть до тех пор, пока кто-то не умрет Или кто-то не… Вообще, даже в военных действиях эта фраза может применяться с двойным подтекстом «Мы идем до конца», то есть до первой крови, до первого проигравшего Итак, вы видите, как она сейчас выглядит на экране Итак, «to play for kids» – это «играть до конца» Третья фраза очень легкая, но, тем не менее, очень часто применима в бытовой жизни Иногда мы просто не знаем, как сказать «Сейчас твоя очередь» Очередь ведь по-другому звучит по-английски Это, там, line, да, а вот «Моя очередь» – «Сейчас я это делаю» Так вот, в этой песне очень классная фраза, вы сейчас ее тоже видите «My turn to go» – это «Мое время ходить», то есть «Мой ход», «Моя очередь» Вы можете поменять и сказать «It's your turn to go» – «Теперь твоя очередь» Кстати, «to go» также можно выбрасывать и просто говорить «It's my turn», «My turn» – «Моя очередь» Ну, полностью фраза звучит так, конечно, красивее Ну, конечно, главнейшая фраза этой песни, на которой, собственно, все базируется «Нажимать на курок» Вы сейчас видите ее на экране «Pull the trigger» Вот так она выглядит Это «Нажимать на курок» Следующая фраза очень интересная «Say a prayer to yourself» Это «Прочитай молитву» «Помолись» «Помолись» либо про себя, либо за себя Ну, «Помолись» Как бы возвратное такое, какой-то глагол возвратный С этим словом «pray» очень много, в основном, трудностей возникает у русскоговорящих людей Потому что оно немножко меняется само по себе И меняет немножко смысл Смотрите, «to pray» – это молиться «Prayer» – это может быть также и человек, который молится Да, то есть молитвенник в том числе Да, а «prayer» – мало кто из вас знает Может быть, что «prayer» – это также и молитва Сама по себе молитва Да, вот этот вот стишок, вот это и есть «prayer» Это не только человек, который молится Это в том числе и молитва Поэтому скажи молитву «Say a prayer to yourself» Можно было в жизни упростить ее И сказать просто «pray to yourself» Помолись за себя Но здесь она, конечно, согласитесь, звучит красивее Именно в таком виде Следующая фраза очень простая «Has never lost» Хочу обратить внимание здесь на использование «перфекта» «Он никогда не проигрывал» «Еще пока» По смыслу песни вы сейчас поймете, когда мы начнем переводить Что вдруг, глядя на него, к ней приходит мысль о том Что если он до сих пор еще здесь Это значит, что он никогда еще ни разу не проиграл Я хотела здесь подчеркнуть важность перфекта Его эмоциональность Что конкретно этим временем можно показать Что вы не бросаете, он никогда не проигрывал Он ни разу не проигрывал Уже заложено в этой фразе И вам не обязательно говорить ни одного раза Уже сказав эту фразу, вы подчеркиваете всю глубину ситуации Там, кстати, прячется «He has never lost» Он никогда не проигрывал Ну, конечно, очень эмоциональная фраза И, кстати говоря, немножечко сленговая я бы сказала Потому что часто, если спросить человека русскоговорящего Скажи, пожалуйста, как на английском будет «Вся моя жизнь пронеслась перед моими глазами» Мы часто говорим, мы на карусели катаемся, испугались «Боже, вся жизнь пронеслась перед моими глазами» Ой, как страшно было Оказывается, посмотрите, пожалуйста, на эту фразу Как она выглядит, да? All my life или просто My life flashes before my eyes Здесь я хотела бы обратить внимание на два слова Первое – это flashes Flash – это как молния, да? Что-то такое, что ярко, блестит, резко То есть она flashes, как молния пробежала перед вашими глазами А вот before my eyes Многие привыкли, что если перед моими глазами То это не может быть before Потому что before, часто нам говорят Используется перед каким-то действием Перед уроком хотя бы, да? Вот перед уроком, перед чем-то Но ведь это же перед моими глазами Многие думают, что это in front of my eyes Обратите внимание, что оказывается предлог before Может быть использован в позиции непосредственно напротив моих глаз Поэтому My light flashes before my eyes Крутая фраза, запишите себе ее Используйте в обычной жизни Следующая фраза Another sunrise Я хочу обратить ваше внимание в этой фразе на то, что Когда в русском языке мы хотим сказать Я не уверена, что увижу следующий Еще один рассвет То, как это сказать? Многие говорят дословно, да? One more sunrise И звучат несколько, ну простите меня за фразу, деревянно Посмотрите, как красиво в этой песне Этой фразой она сказала еще один Another Еще один Кстати, вы можете заказать еще одну чашку кофе Another cup of tea А не говорить One more cup of tea Это не ошибка, это тоже стилистически правильно Но просто посмотрите, как красиво звучит слово another в данном контексте Итак, another sunrise Это еще один рассвет И последняя фраза, которая меня лично очень заинтересовала Value of my life Это ценность моей жизни Цена моей жизни Казалось бы, ничего особенного, почему я на нее обратила внимание Да дело все в том, что очень многие люди, когда попадаются им эта фраза в русском И они хотят передать свою мысль на английском языке Они используют другие слова Они говорят worth Вот worth, да, очень часто используют это слово как ценность чего-то А value, это больше используется как valuable Согласны? Частенько мы видим это слово как ценный, valuable Или оценить что-то Value to value как глагол Посмотрите, как классно выглядит в этой фразе ценность позиции value Value of my life Это уже ценность моей жизни Ну и согласитесь, что гораздо легче ее сказать, чем worth of my life Пожалуйста, вот вам эта фраза Пользуйтесь на здоровье У вас в этой песне 10 фраз А теперь, дорогие мои, мы переходим сейчас к следующему этапу работы над песней Ну а сейчас мы с вами наконец подошли непосредственно к переводу этой песни Как будем сейчас работать? На экране вы будете видеть с левой стороны песню на английском языке С правой стороны вы будете видеть песню на русском языке И будете слышать мой голос Я, конечно, не хочу читать построчно Потому что таким образом, согласитесь, мы потеряем смысл Очень часто из одной точки смысл перетекает во вторую, а в третьей находится А в четвертой завершается То есть поэтому я предлагаю разбирать эту песню абзацами Итак, читаю вам сейчас абзац на английском И тут же читаю вам абзац по-русски Вдохни, вдохни глубоко Успокойся, говорит он мне Если ты играешь, то играй до конца Бери пистолет и считай до трех И теперь я потею, двигаюсь медленно Нет времени, чтобы подумать Моя очередь ходить Вдохни, вдохни глубоко Успокойся, говорит он мне Если ты играешь, то играй до конца Бери пистолет и считай до трех И теперь я потею, двигаюсь медленно Нет времени, чтобы подумать Моя очередь ходить И ты видишь, как бьется мое сердце Ты можешь даже увидеть его сквозь мою грудь Я так напугана, но я не ухожу Я знаю, я должна пройти этот тест Поэтому просто жми на курок Помолись про себя, он сказал Закрой глаза, иногда это помогает И потом ко мне пришла страшная мысль То, что он все еще здесь Означает, что он ни разу не проигрывал И ты видишь, как бьется мое сердце Ты даже можешь увидеть его сквозь мою грудь Я так напугана, но я не ухожу Я знаю, что должна пройти этот тест Поэтому просто жми на курок И пока моя жизнь проносится у меня перед глазами Я раздумываю, увижу ли я следующий рассвет Многие не смогут даже попрощаться со мной Но уже слишком поздно задумываться о ценности своей жизни Дорогие мои, я вас от всей души поздравляю Потому что в вашем арсенале сегодня появилась новая песня на английском языке И теперь вы придете в караоке И обязательно пообещайте мне Обязательно споете эту песню на английском языке Даже постарайтесь не смотреть на бегущие строчки Которые там будут на экране Многие из вас даже выучат эту песню, я уверена Ну и конечно я уверена также в том Что теперь даже слышу эту песню где-то вдалеке Вы точно знаете о чем она И даже сможете ей подпевать Ну а на сегодня это все Встретимся в следующих видео на моем канале В плейлисте караоке с Яровой Пока!